Сначала, конечно, я очень переживал, когда оказался за решеткой, но сейчас понимаю, что может это и к лучшему. Тюремный опыт бесценный. Жизнь каждого арестанта видна, как на ладони. Нужно с достоинством проходить неволь. У меня все нормально. Я осваиваюсь в новой установке. Прекрасно, кстати, понимаю, что в нашем деле исполняется заказ с самого верха. Подобный процесс не первый. И нужно быть готовым ко всему. Как я это все выдержал, честно говоря, я и сам не понимаю. Я себя не считаю героем. Наверное, по память меня спасает лишь поддержка незнакомых людей, да и близких, вера в свои принципы и идеалы, в нашу правоту. Вы пишете, что теперь в каждом полицейском видите врагов. Я хотела бы вас отговорить от этих мыслей. Среди них, поверьте, есть много хороших людей. Даже если они делают нам зло, часто их просто заставляют это делать. Думаю, нам нужно сожалеть о том, что они идут на преступление и прощать их. Мы не должны ожесточаться. Уверен. Уверен. Только настойчивая доброта спасет нашу страну. Я держусь. Сердце горячее, голова ясная, совесть чистая. Нелегко. Но с каждым днем все только материю. Становлюсь увереннее. Крепнет убежденность, что все не зря и не бессмысленно. Внутри я спокоен и рад. Рад, что я не один, чтобы ступил правильно, не продался, не испугался и вышел на улицу. Уважаемые граждане и дорогие друзья, я признателен вам всем за поддержку, которую вы оказываете. Она бесценна. Хочется не про политику. Хочется услышать простые житейские вещи. Очень хочется иногда не просто на волю, а именно на природу. Выйду из тюрьмы. Уеду в деревню, буду рыбачить, разведу усей. Грибы, ягоды, природа. Вот в чем счастье. В камере нас восемь человек. Есть телевизор, нет радио. Музыка только та, которая идет по телевизору, но нет. Есть небольшое количество книг. Три мне принесли после моих неоднократных просьб. Газеты приносят только тем, кто их выписывает. Мне приносят две, нерегулярно. Раньше, когда было холоднее, минус тридцать, в камере было холодно. Теперь в большинстве своем тепло. Восприятие реальности тут сюрреалистичное, а вот сны, наоборот, яркие. Окружающая действительность и вправду отчасти похожа на сон, на страшный сон. Но не надо забывать о хорошем, иначе мы никогда не проснемся. Не надо унывать. Никаких десятилетий застоя нас не ожидает. В целом процессы в обществе, в России и в мире проходят намного быстрее. Все будет на нашем веку. Больше всего здесь переживаю не за себя, не за политику или за что-то еще. Больше всего переживаю за отца. Там я и ругался с ним, и ссорился. В общем, старая тема. Отцы и дети. Осень сегодня началась рано. Это ощущается и здесь. Постоянно идет дождь. Погода здесь ощущается по-другому. Дождь всегда радует, волнует. Дождь пахнет свежестью, свободой. Это одновременное сладкое впечатление и немного грустное. Сперва ты прижимаешься к решетке, стараешься подставить лицо влаги. Представляешь, как было бы классно пробежаться под этим дождем вон до того здания напротив. И там под козырьком спрятаться, обмануть непогоду. Потом вспоминаешь, что здание – это какая-то хозпостройка во внутреннем блоге тюрьмы. Ты затягиваешь свое воображение обратно в камеру, протискивая его сквозь узкие квадратики решетки. И оно еще некоторое время шокировано этой экзекуцией. Остается неприятный осадок, отпечаток эмоций. В принципе, в застелках этот отпечаток всегда с тобой. Интересные свойства здесь у времени. Не одинаковые, идут один за другим. Ощущение времени теряется. Оглядываясь назад, три месяца как один день пролетел. А именно сейчас и тут, каждая секундочка долго тянется. За день столько передумывается, сколько в голове планов и желаний сменяется. Я вот вчера очень удивился, когда увидел снег на улице. Подсознательно я так и остался в том жарком июле, из которого меня забрали. Это едва заметное, тонкое впечатление, будто часы остановились. Я провалился в параллельную реальность. Впрочем, я считаю любой опыт полезным. Почти любой, конечно. Вот у меня в жизни он какой-то особенно экстравагантный. Но я не унываю. Читаю историю западной философии Бертрана Рассела. Ищу тучу классных книг. Учу английский и латынь, немного думаю периодически. Я взял своего рода тайм-аут. Отсюда много видно лучше, чем с воли. Словно ты отошел от круглого объекта подальше. И воспринимаешь его в системе, в гармонии, вместе со всем окружающим. Ничего, пройдемся. Зима почти закончилась. По крайней мере, календарно. Она оказалась совсем не такой страшной, как я себе ее рисовал. Готовым ко всему быть, конечно, лучше, чем наоборот. Кто знает, где можешь оказаться завтра. Неопределенность очень долго тянется. И пора уже хоть что-то знать о своей судьбе. Гот прошел очередной мой суд 15 февраля. Прокурор закончила читать обвинительное заключение. Следующий суд будет 4 марта. Будет весна, в том числе и политическая. Логика власти. Логика власти сейчас иррациональна, и ее сложно понять. Но все когда-нибудь кончается. И все же я надеюсь, что нам удастся доказать нашу невиновность. Вот так иногда нахлынет что-то другое, третье, пятое. Как бы здесь не стать философом. Находясь здесь, я счастлив. Счастлив от того, сколько у нас в стране отличных и честных людей. Хочу пожелать всем вам, не бойтесь. Плакать не надо. Плакать не надо. Не так страшна картинка, как ее рисуют. В скором времени все кончится. Не удивляйся моему позитивному настроению. Я всегда такой. Нет, я не псих и не больной. Просто обстоятельства вынуждает меня не опускать руки. Да и потом я узнал много нового. Строю планы на будущее. И я уверен, что это будущее не за горами. Все будет хорошо. Народные артисты России Илья Худжакова. Максим Суханов. Илья Худжакова и Максим Суханов прочли фрагменты с писем Леонида Развожаева, Николая Кавказского, Ярослава Белоусова, Артема Савелова, Владимира Акименкова, Ильи Кущина, Андрея Барабанова, Александра Марголина, Михаила Косенко, Алексея Полиховича, Федора Бахова и Дениса Луцкевича. На голову! На голову! На голову! На голову!